Недавно ученые решили выяснить, когда у наших предков появилась способность усваивать этанол, то есть попросту алкоголь, когда они научились бухать. Ученые взяли ген фермента, который у человека отвечает за окисление алкоголя в организме, и сравнили этот ген у множества современных приматов. И по этим данным реконструировали его эволюцию. На что получилось? Оказывается, еще 13 миллионов лет назад наши предки алкоголь не могли усваивать, их от него тошнило, воротило. Но спустя какое-то время, уже где-то около 10 миллионов лет назад наш предок общий с гориллой и шимпанзе вдруг научился. То есть у него произошла мутация, благодаря которой эффективность вот этого фермента, выкисление алкоголя подскочило в 40 раз. И этот наш далекий предок научился усваивать алкоголь в том объеме, в котором он содержится, например, в перебродивших фруктах. То есть предполагается следующее. Как раз где-то 10 миллионов лет назад происходило изменение климата. Наши предки как раз спустились с деревьев на грешную землю, а на земле валялось множество перебродивших фруктов. И чего добру пропадать. И вот тут как раз вот эта мутация и способность усваивать этанол нашим предкам и пригодилась. А уже потом, через миллионы лет, когда наши предки научились готовить напитки с высоким содержанием алкоголя, эта способность нам уже аукнулась. Стреляй, Глеб Игорыч! Уйдут проклятые! Цук. 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 Д float. Цук. Редактор субтитров А.Семкин я у